Он говорит, эта информация конфиденциальна, и если вы об этом кому-нибудь расскажете, вас ждет уголовная ответственность. Что под мое имя, от моего имени по доверенности бьется большая сумма денег. И чтобы вот это вот прекратить, нужно в банках взять деньги и положить их на определенный счет, чтобы эти деньги никуда не ушли. И под мое имя больше никто не смог взять вот этих вот денег. Грамотное повествование и не терпящие возражения командирский тон. Звонивший представился сотрудником одного из силовых ведомств и сообщил супругам, что они стали жертвами вошенников, специализирующихся на отъеме жилья. А чтобы сберечь имущество от посягательства и разоблачить преступную шайку, нужно перевести денежное накопление на некий безопасный счет. Туда же направить и взятые в банках кредиты. Запугивание, угрозы. И ты уже, когда у тебя уже вот это вот все подорвано, у тебя там уже все прыгает, и ты уже не знаешь, как с этим бороться. Они тебя просто вот в эти клещи берут и все. И начинают делать вот это вот свое, как говорится, черное дело. Ты уже никуда вот из этого просто даже вырваться не можешь, потому что это тебе каждый день, и это вот долбят, долбят, долбят. Причем они это делают очень тонко, психологически. Следом лже-чекисты потребовали заложить в ломбард автомобиль. После этого срочно продать три имеющиеся в семье квартиры. По словам звонивших, мошенники якобы пытаются сбыть их жилье по фальшивой доверенности. И чтобы это предотвратить, самим хозяевам нужно заключить фиктивную сделку купли-продажи. И получить новые документы на жилье с другими кадастровыми номерами. И даже дал адреса пермских риэлторов. Аукцион он устроил, риэлтор, приходило там семей, семнадцать или восемнадцать. Люди квартиры продают по полгода. А у нас квартиры были проданы в течение, вот разница у них между ними, три-четыре дня, понимаете? Настолько это было все быстро. И квартира была, вот моя была квартира продана просто за бесценок. В общей сложности супруги лишились более десяти миллионов рублей. Звонившие инструктировали своих жертв через некое мобильное приложение, которое они с самого начала велели закачать в телефон. С его помощью злоумышленники слышали все разговоры и следили за ходом финансовых операций. А когда начавший догадываться обо всем Владимир решил его рассмотреть, мобильник сперва заглючил, а потом взорвался у пенсионера в руках. Я снял его с зарядки, отключил, все. Стал просматривать его, некоторые там файлы или что-то, стал просматривать. И он у меня в руках прям так зашипел и весь как взорвался, я бросил его на пол. И он как бы весь горел. Супруги уверены, таким образом злоумышленники избавились от большей части улик. Сейчас риэлторы с покупателями требуют от потерпевших с вещами на выход. К слову, одна из утраченных квартир принадлежала старенькой маме Владимира. 85-летняя пенсионерка до последнего отказывалась продавать свое единственное жилье. Плакала. Но в конце концов доверилась снохе и сыну. А там женщина, у ей 85 лет. Ребенок несовершеннолетний. И ребенок в школу должен пойти. То есть его даже в школу сейчас не возьмут. Эти квартиры нужно освобождать. Куда ехать с пожилой женщиной? Это у нас единственное жилье, которое было вообще. Теперь у меня ребенок и внук. Они просто бомжи вместе со мной. В полиции возбудили уголовное дело. Но, как показывает практика, шансы найти таких киберпреступников ничтожно малы. А вернуть свои кровные тем более нереально. Между тем, 12 июня Госдума приняла закон, обязывающий российские банки проверять все денежные переводы физических лиц, приостанавливать подозрительные операции и полностью возмещать средства, переведенные на счета злоумышленников. Документ также предусматривает двухдневный период охлаждения, в течение которого банк не будет переводить деньги на подозрительный счет. О сомнительной операции он уведомит клиента. За это время человек, находящийся под влиянием злоумышленников, сможет одуматься и не подтверждать перевод. Закон вступит в силу не раньше, чем через год. Предполагается, что за это время кредитные учреждения как следует наладят автоматизированные меры защиты. Но вот ведь беда. У мошенников тоже будет время усовершенствовать преступные технологии. Поэтому не следует полагаться на защиту со стороны банков. Нужно самим быть на чеку. В современном обществе спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И мало уметь заработать деньги. Надо еще уметь их сохранить. Если вы понимаете о том, что вам позвонили незнакомые лица и требуют от вас совершения тех или иных финансовых операций, это однозначно будут мошенники. Я вас уверяю, что ни один сотрудник правоохранительных органов никогда не попросит по телефону совершить те или иные финансовые операции, снять денежные средства, либо каким-то образом расстаться со своим имуществом, либо деньгами. В случае с супругами Владимира и Ниной шансы вернуть утраченное жилье есть. Нужно подать исковое заявление о наложении ареста на квартиру, чтобы нельзя было ее реализовать. Если следствие докажет, что покупатели недвижимости не являлись добросовестными приобретателями, а, возможно, состояли в преступном сговоре, то суд должен будет признать сделку недействительной. Елена Иговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.